всем привет с вами сергей рад приветствовать вас на канале бастион с и сегодня в субботнее утро мы очень удачно оказались на производстве и поймали вот такую вот замечательную дверь казалось бы просто дверь с зеркалом ничего необычного но сейчас мы посмотрим подробно что же это такое и судя по количеству проводов ну это что-то интересное пойдемте так если подойти поближе давайте пока сразу посмотрим с внутренней стороны это не просто зеркало здесь мы видим вот такой вот монитор за находящийся за этим зеркалом он сенсорный будет здесь у нас будет выведена домофония телевизор там я не знаю ну короче на базе андроида все что вы можете делать кам с обычным смартфоном планшетом то же самое можно делать и с этой вот дверью так давайте пока сразу что мы видим снаружи но вот это как я понимаю блок управления замком невидимкой титан замена батареек резервное питание то есть все здесь дальше следующий лючок управление вот этим вот зеркалом будет вход отсюда для того чтобы сбросить настройки перепрошить ну чтобы мы могли подключиться с компьютера к этому зеркалу для того чтобы управлять так дальше пошли провода это питание интернет наверное немножко самой конструкции да я вижу что это сделано на базе нашей модели усиленная то есть это 3 миллиметра сталь в области замков 11 миллиметров обычной стали фара марганцевая пластина то есть дверь довольно таки защищенная сейчас мы посмотрим еще что там за замки будут так я вижу она еще доработана в обычной модели усиленная идет два противосъемных штыря здесь 6 ну на случай вандального вскрытия там пытаться перепилить со стороны петлевой как бы всю сторону для того чтобы дверь можно было снять с петель если мы срезаем петли дверь остается висеть вот на этих штуках и нужно будет по всей высоте еще и их срезать для того чтобы дверь открыть помимо технологичности здесь я могу сказать еще такая не слабая защита так наверное стоит обойти и посмотреть что внутри но сначала я хотел бы заметить что здесь на этой двери петли выкрашены в черный цвет отдельно от всей металлоконструкции то есть как красить порошковая краска до напыляется порошок на весь металл загоняется в печь под температурой он полимеризуется и покрывается то есть по идее цветом одним здесь мы выкрасили петли для придания более эстетичного внешнего вида снаружи в черный цвет для того чтобы сочеталась с фурнитурой с торцом накладки и так далее давайте обойдем посмотрим что же внутри у этой двери так я вижу здесь еще один блок управления это блок управления диркодом то есть кодовой панелью панель которая открывает дверь по отпечатку пальца все это можно будет сделать при открытой двери сверху то есть достать его посмотреть подключиться обычный диркод но это просто размыкатель в данном случае это предусмотрено для умного дома и идем дальше вертикальный ригель я вижу здесь неслабо позаботились еще и от защиты к силовым методам взлома в данном случае это от болгарки там от отжима и тому подобное но отжать здесь и и так не получится за счет конструкции то что она максимально усилена взломостойкая здесь еще несколько точек запирания для того чтобы было как можно дольше эту дверь резать болгаркой девиатор с двумя ригелями ригель сверху все болтовые соединения мы видим промазаны еще герметиком то есть когда он застынет это позволит ну я знаю что многие беспокоятся вдруг там болты отскочат раскрутиться мы тогда не попадем домой здесь никакие болты не раскрутиться здесь сварена вот такая вот вертикальная тяга с обходом остальных замков в данном случае даже не замков а электроники так как здесь у нас панель вызова для того чтобы обойти панель вызова так идем дальше замок невидимка замок невидимка снаружи отсутствуют вообще какие-либо признаки замка открывается но я думаю в данном случае скорее всего с телефона либо через умный дом и далее электромоторный замок мотора x nova данный замок по сути это управляемый механизм чем он будет открываться выбирает всегда только заказчик то есть ну в данном случае я вижу панель вызова я вижу кодовая панель открывать можно отпечатком пальца уверен что можно открывать с телефона а изнутри он открывается вот обычной сенсорной кнопкой к ней но она настраивается к ней можно не прикасаться провести здесь рукой замок откроется это просто управляемый механизм а чем он будет открываться то есть как им управлять решает только сам заказчик мы можем это реализовать исходя из любых пожеланий далее ну девиатор вниз вертикальный ригель вниз ну и что самое ну для меня самое наверное но я могу сказать совершенно точно что это одна из самых дорогих деталей здесь в этой двери это именно smart зеркало она стоит больше чем половина всей этой двери а здесь мы видим что внутри вся полость под данный монитор проклеена стп плитой стп прокладкой ну которая гасит вибро шумы но в данном случае она служит как раз экранированием так как она фольганизирована для того чтобы панель вызова снаружи электронный сигнал не бился с сигналом от самого зеркала то есть чтобы не было помех шумов и тому подобное ну знаете когда фонит какая-то аппаратура если мы там с телефоном проходим мимо колонки и тому подобное так молдинги антивандальный пластик та самая панель вызова через которую можно позвонить здесь камера поговорить так далее панель диркот это кто что открывается при помощи отпечатка пальца кодовой панели либо специальной карточки брелока то есть небольшой маленькой штучки прикладываем дверь открылась то есть различная система доступа вот такая вот ручка скоба которая будет в данном случае сто процентов черная ну да вся фурнитура черная это черная петли черные как раз все будет биться будет очень красиво я надеюсь что ребята нам пришлют фотографии с монтажа когда эта дверь будет установлена подключена надеюсь наш заказчик будет доволен потому что дверь ну честно сказать действительно сложная в первую очередь вот все это все это скоммутировать так чтобы это корректно работало но могу сказать что здесь нужен высокий уровень профессионализма а кстати хотел бы наверное вот на этом моменте раскрыть одну историю с которой мы периодически сталкиваемся иногда заказчик говорит а поставьте мне мой электронный замок мой видео домофон и мою панель там управления сколько это будет стоить а стоить это будет немало а немало по той причине что просто вставить в дверь и отдать ему чтобы он сам с этим возился ну это бы стоило до недорого но для того чтобы был человек который знает как это все подключить чтобы это корректно работало который проведет у двери полдня для того чтобы все это скоммутировать разложить провода создать определенные алгоритмы действия всего этого то есть последовательность запирание открывание коммуникации я могу сказать что здесь нужно как минимум образование чтобы человек разбирался в радиоэлектронике и мог все это подключить но на это люди учатся зарабатывают свою квалификацию и потом вот так вот все это могут собрать даже в двери делают это так чтобы это все корректно работало и мы за это отвечали и если это все не наше то конечно же мы берем за это немалые деньги для того чтобы все это подключить стоить это будет в районе ну в зависимости от комплектации различных замков электроники но могу сказать что в районе 50 тысяч рублей эти деньги как бы для того чтобы все это скоммутировать скоммутировать так чтобы это корректно работало ну ценник такой двери со смарт-зеркалом и со всей этой электроникой будет где-то в районе 800 тысяч рублей больше половины этой суммы будет стоить вот это вот зеркало наверное раскрою еще один момент да если я не ошибаюсь данная дверь берется в студию где достаточно немного места человек отказался от телевизора по моему и вот такой вход ему нужен для того чтобы подключать ноутбук и там на двери смотреть любимое кино сериал но может быть и что-то другое задача была такая как бы мы это реализовали ну по моему получилось очень достойно напишите в комментариях как вам такое решение как вам такая дверь в целом поставили ли бы вы ее себе у меня лично нет денег установить себе такую дверь скажу честно ну 800 тысяч рублей это не маленькие деньги нас порой в комментариях ругают что дверь там стоит 150 тысяч рублей это много цена двери должна быть 30 тысяч то есть я читаю часто такие вещи вы там с ума сошли и прочее вопрос в том что человек хочет получить если ставить себе просто чтобы было закрыто два квадратных метра для успокоения чтобы подергали ручку и не вошли то да если речь это чем-то взломостойком технологичном но это совершенно другие деньги ну я пока вот столько не зарабатываю по сути на этом все с вами был сергей канал bastion s всем пока до конца